Телевизор в семье Весниных почти всегда настроен на спортивный канал. Здесь же, на этом диване, с флагом в руках, они болели за Елену. Мама Ирина, брат и тренер Дмитрий и бабушка Валентина Анатольевна. Кстати, во многом благодаря именно ей, семилетняя Лена, пришла на сочинский корт. Приезд с Украины, переезд в Россию, все это. А потом она стала тем сильная, сильная девочка, целеустремленная. Физически здоровая. И главное, она любила то, чем она занималась. Все, у нее золото. Ну вот и закончился этот такой важный для этих вот танцующих сейчас теннисистов матч. Вот он, победный мяч Весниной Макаровой на Олимпиаде в Рио. И первые эмоции, которые не описать словами. Золото игр, первую олимпийскую медаль в истории страны в парном разряде и седьмую для сборной на этих играх Соченко посвятила всей стране. Для тебя Россия, написала Елена под фото в социальных сетях. Этот патриотический дух мы воспитали, передали, как говорится, в своих детей. Поэтому такие вот они у нас молодцы. Дух патриотов России. И медаль, которую они посвятили, это посвятили России. Болели всей семьей, болели и переживали. Но понимали, что у наших ученых есть все шансы выиграть золото. Поэтому мы старались, знаете, не так волноваться, чтобы это волнение передавалось. Телефон у мамы теперь уже олимпийской чемпионки. Не замолкает ни на минуту. Сотни поздравлений и теплых слов. Ирина Степановна проводит экскурсию по дому. Здесь каждый уголок посвящен теннису. Кабинет отца и тренера Елены Сергея Веснина увешан памятными фотографиями. Здесь же памятные награды. Это вот я привезла из Рима буквально в финал, где они проиграли в финалистке Мартина Хингис и Мерзе. Ну, в финале. Но сейчас взяли реванш. Ну, а комната, где живет теннисистка, когда приезжает в Сочи, это целый музей. Здесь награды с десятков турниров за долгую карьеру Елены в одиночном и парном разряде. Кубки, медали, ну и приятные мелочи. Одним словом, история побед. Это турнир «Индиан Уэллс». То есть она выиграла с Катей, с Динарой, с Мерзой. То есть с разными игроками. То есть раз, два, три, четыре куколы. И только самые близкие Елены знают, чего стоила каждая из этих наград. Но какое место будет выделено для медали с Олимпиады, пока не решено. Будет ли 30-летняя Елена выступать на следующей Олимпиаде? Вряд ли. Посвятит себя семье. Ну, а сразу из Бразилии Веснина с Макаровой отправится в Америку на US Open. Так что встречать титулованную землячку у Сочи будет только в конце сентября.